Дефолт. Экономика катится в бездну. Международные компании бегут с российского рынка. Продажи машин упали на 63% по сравнению с мартом прошлого года. Куда ни посмотри, везде кризис набирает обороты. Но ответственные российские чиновники не унывают. И далее вы увидите, почему. Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Не секрет, что на бывшей площадке Рено будет производиться «Москвич». У коллег есть планы возрождения, например, брендов «Волга» или «Победа» или же «И то, и то». Это министр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров, главный импортозаместитель России. Половина трех лет будет реализована эта программа, которая позволит в России производить все комплектующие, все агрегаты, реализация государственной программы вооружения. Будем интенсифицировать работу по импортозамещению. Мантуров будто ярый патриот внес в декларацию «Ладу» и «Москвич». Правда, есть у министра еще и «Рэндж Ровер», и «Тесла Модел Икс», а был и легендарный «Порше 911» и «Порше Каен». У нас уже есть немало положительных примеров. Сын министра, 24-летний Евгений, по данным российского расследователя Сергея Ежова, и вовсе далек от отечественного автопрома, колесит на BMW M8 за 15 миллионов рублей. Чувствуем и следим за тенденциями рынка. Зато министр не устает тратить на себя отечественный российский бюджет. Во время зарубежных командировок предпочитают исключительно пятизвездочные гостиницы в дорогостоящих номерах президент-класса. Самый дорогой номер министр снял в 2016 году в Шанхае. Это правда? Он останавливался на сутки в президентском номере площадью 400 квадратных метров отеля «Зе Паненшила Шанхай» с большой двухэтажной столовой, гостиной с камином, гардеробной и мраморной ванной. Из бюджета на это ушло 1,388,000 рублей. Мы ждем новых инвестиций. При этом для командировок министр использует только бизнес-джеты. Сухой суперджет 195V VIP и TU-204100. За этим будущее. Но эти приятные бонусы министерской должности не сравнятся с тем, что Мантуров может в кресле министра заниматься собственными бизнес-интересами. И, похоже, делает это успешно. Ведь он самый богатый министр России. Он является соучредителем, фактически, Ростеха. 50% акций, точнее, его мама. Его карьерный рост в дальнейшем он привязан к Чемизову. Чемизов – это глава правления Ростеха, корпорации российской. Это корпорация, которая пребывает под санкциями, которая в том числе занимается оборонной промышленностью. Учитывая то, что Чемизов является достаточно приближенным человеком к Путину, то я так понимаю, что как раз Мантуров – это уже вторая линия, которая относится к путинскому звену, но не напрямую больше, а больше через Чемизова. Кроме того, семье министра принадлежит пятизвездочный отель «Чехов Moscow Curial Collection by Hilton» в Москве на улице «Малая Дмитровка». В гостинице 95 номеров, а рыночная стоимость отеля – около 2 миллиардов рублей. Но все это оформлено на родителей государственного деятеля, как и гостиница «Приморья Гранд Ресорт Хотел» в Геленджике. Подумать, как мы можем здесь решить комплексную задачу. У министра импортозаменителя хватает и жилой элитной недвижимости. На 86-летнюю мать оформлен особняк в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой. Площадь вип-поместье – 4000 квадратных метров, свежепостроенный гостевой дом на 1500 квадратов и 600-метровый хозблок. Стоимость такой недвижимости – 5 миллиардов рублей. По каждому практически направлению есть понимание того, какие задачи, кому нужно содействовать. В официальной декларации у самого министра дом площадью 454 квадратных метра, 4 участка земли, квартира в 480 квадратных метров и 4 машина-места. Его доходы абсолютно не соответствуют той деятельности, которую он ведет. Были скандалы в России относительно того, что он совмещает свою работу на госслужбе с бизнесом, что запрещено. Он, естественно, говорил о том, что этого нет. Говорил о том, что он передал права на управление своим бизнесом. Пока россияне тотально беднеют, захлебываясь в последствиях российской агрессии против Украины, российские высшие чиновники с легкостью наслаждаются всеми прелестями роскошной жизни, двулично призывая свой народ поддерживать кровопролитие в Украине, затянуть пояса и переходить на отечественный автопром.